Знак «Платная дорога», расположенный на магистралях с синёкой, давно стал своеобразным маяком как для водителей белорусов, так и для иностранцев. Сознательные покупали необходимое оборудование, любителям приключений приходилось платить штрафы. Причем немалые. В большинстве случаев сумма исчислялась тысячами евро. В прошлом году большинство нарушителей, а это немного немало 79%, по-прежнему иностранцы. В то время как белорусов, приступивших к букве закона, 21%. Примечательен тот факт, что 65% в горе водителей владельцы легковых авто. В основном это туристы, которые, несмотря на масштабную информационную кампанию о плате дорог в Беларуси, посчитали лишним ознакомиться с транспортной ситуацией в нашей стране. В итоге оказались ее заложниками. Если проводить статистику нарушителей по национальному признаку, то вырисовывается следующая картина. По странным нарушителям. Первое место, как ни странно, заняли Украина. Украина, больше всего было нарушение зафиксировано в 2014 году. На втором месте идет Германия, третьими нарушителями Литва, дальше Молдова, Латвия и замыкают поляки. Хотя поляки, опять же, интересно, получается статистика, большое количество польских перевозчиков проезжают через нашу страну, как легковых, так и грузовых. Но, тем не менее, это показывает дисциплинированность ихних водителей и ихних перевозчиков, которые заблаговременно заботятся о проезде оплатной дороги. Общая статистика выявления нарушений по стране достаточно высокая и составляет 45%. В этом плане наши сотрудники транспортной инспекции опередили своих коллег из Польши и Чехии. У них эта цифра колеблется в районе 20-25%. Широкий масштаб приобрел и процесс технического дооснащения. За прошлый год только в Брестской области было приобретено 4 автомобиля новых для осуществления контроля. По республике, если не ошибаюсь, порядка 18 автомобилей, не считая фольксвагенов, которые работают на платных дорогах. Их уже по республике составляет 28 автомобилей. Постоянно происходят закупки оргтехники, компьютеров, принтера и так далее, фотоаппараты, видео наблюдения. В этом плане, да. И сейчас большой виток приобретает новый контроль, который всегда существовал за транспортной инспекцией. Это дальнейший мониторинг за железной дорогой и авиаперевозками. Напомним, электронная система сбора платы за проезд Белтол начала свою работу 1 августа 2013 года. Сегодня протяженность сети платных дорог в Беларуси составляет 1189 километров. Очередное расширение системы Белтол ожидается ближе к осени. В частности, статус платной дороги вскоре приберет участок Жлобин-Гомель автомагистрали М5, а также участки первой категории трассы Минск-Микошевичи Р-23.